В 70-е годы наиболее вероятной причиной гибели Земли была ядерная война между сверхдержавами. Потом экономический кризис, международный терроризм, глобальное потепление и вот на сцене появляется вирус. А мы оказываемся совершенно к этому не готовы. В конце концов, никто же не знает, где находится та кнопка, которая взорвет наш мир. Но мы делаем выводы, мы учимся и мы пытаемся заглянуть вперед, чтобы понять, что же ждет нашу планету в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Человек, облеченный большой властью, может не принять во внимание, недооценить, либо вообще попытаться замолчать информацию, от которой зависят жизни тысяч и тысяч людей. В будущем функцию принятия решений в ситуациях, представляющих угрозу для всего человечества, имеет смысл передать искусственному интеллекту. Он лишен эмоций, руководствуется только логикой и рациональным знанием. Например, нам угрожает извержение супервулкана. Искусственный интеллект, анализируя огромный объем данных, начиная с трехмерной модели планеты и заканчивая рельефом местности и направлением ветра, прекращает авиасообщение, выдвигает нужный район спасателей и объявляет эвакуацию. Мое мнение, что искусственному интеллекту может быть делегировано такое решение. Потому что искусственный интеллект не имеет собственных предпочтений. А собственные предпочтения имеем только мы. Вопрос, какие предпочтения мы ему зададим. И, выходя из этих предпочтений, он выдаст наилучшее решение, которое мы не сможем увидеть, потому что количество данных, которые есть и анализируют, не поддается возможностям нашего мозга. Я считаю, что синтез информации по-прежнему будет находиться в руках политиков. Анализ информации будет осуществляться, конечно, с помощью больших данных и использования математических моделей, но принимать решения, по крайней мере, в ближайшем будущем будут люди. Квантовые компьютеры, от которых мы ждем небывалого научно-технического прорыва, появятся, по оценкам разных специалистов, в диапазоне от завтра до ближайших 20 лет. Для того, чтобы понять, что такое квантовый компьютер, нужно просто поверить в тот факт, что одни и те же объекты могут одновременно находиться в разных местах и разных состояниях. Подбросим манин. Пока она вращается в воздухе, она и орел, и решка. Точно так же ведут себя квантовые частицы, и называется это принципом суперпозиции. Если обычный компьютер при игре в шахматы будет последовательно перебирать все возможные варианты, то квантовый компьютер просчитает их одновременно. Сейчас квантовый компьютер – это комната. Это комната, заполненная оборудованием. И очень трудно представить себе, что через какое-то количество лет квантовый компьютер будет помещаться в кармане. Это новое поколение вычислительных устройств, которые в десятки, в сотни или даже в миллионы раз быстрее самых современных суперкомпьютеров могут решать определенные классы задач. Квантовый компьютер будет настолько же отличаться от суперкомпьютера, насколько суперкомпьютер отличается от деревянных счет, которые были на прилавках всех магазинов. Основной минус умных часов, браслетов и прочих гаджетов в том, что они не видят. А вот умные контактные линзы – да. Фотографирует все, на что падает ваш взгляд, и тут же отправляет снимки друзьям. Приближает удаленные объекты, обладает функцией ночного видения и распознавания лиц, так что, встретив малознакомого человека, вы тут же назовете его по имени-отчеству, обсудите дела на его работе и не забудете, что у него сегодня день рождения. Такая линза была бы полезна большому кругу профессий. Скажем, режиссеру, актеру или даже ученому, которым необходимо удерживать какой-то запас информации. Когда хирург выполняет хирургическую операцию, ему нельзя отвлекаться. Он не может проситься начать листать справочник. Это будет очень существенной добавкой, очень полезной, которая, в конце концов, спасет многие жизни. Сейчас вообще речь идет о том, что можно будет создать нейроинтерфейс между мозгом и компьютером, чтобы напрямую, например, без всяких там клавиатур и там тачскрины, так сказать, вот вещей, напрямую человек общался с компьютером. Когда хранение информации и вычисления будут происходить в облаке, функционирующие информационные экраны будут выполнять очки, видеоэкла, проекции. Телефон будет интегрированный в нашу одежду, мы уже не будем носить его только в руках. Так же это может быть полослет, часы или общие. Таким исчезнувшим профессиям, как телефонистка, фонарщик, человек-будильник, который палкой в окна людям стучал по утрам, в ближайшее время, по оценкам ученых, присоединятся еще 57 видов деятельности. Бухгалтер, операционистка в банке, переводчик. Но на смену ушедшим придут новые, их будет гораздо больше. Специалист по межпланетной связи, эксперт по простоте, инженер по управлению погодой. И что самое приятное, длительность рабочего дня будет иметь тенденцию к уменьшению, а неравенство в заработной плате тенденцию к сокращению. Так что в будущем профессию будем выбирать не по принципу, где больше платят, а к чему больше лежит душа. И в первую очередь, конечно, будет покончено с монотонностью, вредностью, а зачастую и опасностью тяжелого физического труда, который мы с огромным удовольствием передадим братьям нашим железным. Предприятие будет состоять сплошняком из роботов, и что они колоссально отнимут рабочее место у людей, это однозначно. То есть это будет полностью роботизированное предприятие, где роботы как бы фактически все делают, все процессы. В словеку останутся области, в которых искусственный телег не сможет с ним конкурировать еще долгое время. Это творчество в широком смысле слова, то есть не только художественное творчество, но и инженерное творчество, медиа, развлечения, все креативные индустрии, изобретения и так далее. Рынок труда будущего потребует от человека больше гибкости и универсальности. Причем то, что мы сейчас называем мягкими навыками, то, что идет в нагрузку к узкоспециальным знаниям, это станет вообще самым важным аспектом. Что приятно? Профессия телеведущего или актера своей актуальности не утратит, но привлекать цифровых героев режиссеры будут все чаще и чаще. Например, чтобы отправить его в жерло вулкана или совершить опасный трюк. В будущем, конечно, появятся профессии на стыке наук. Усиливается роль врачей-генетиков, которые становятся ключевыми специалистами при подборе терапии с учетом персональных особенностей конкретного человека. Появятся профессии, связанные с IT-медициной. Врач, управляющий цифровыми копиями, двойниками человека, назовем так. Я думаю, что в будущем появятся синтетические профессии. Это, например, будет человек, который будет выполнять роль программиста, но для биологических тканей. Сложно сказать, какие профессии точно появятся. Пока не увидишь машину, не подумаешь, что будут водители. Пока не увидишь ракету, не подумаешь, что будут космонавты. Это дело будущих поколений. Они умнее нас. Привозить заказанные товары домой, залетая прямо в окна вашей квартиры, дроны могут уже сейчас. В будущем они освоят профессию участкового врача. Снятие основных показателей жизнедеятельности. Забор и доставка анализов. А при необходимости выполнение работ по оказанию первой неотложной медицинской помощи. Все это будет входить в круг их обязанностей. По статистике, сегодня только 8% пациентов с остановкой сердца удается вернуть к жизни. В таких ситуациях счет идет на секунды. Наберите на своем смартфоне короткий номер экстренного вызова дрона с дефибриллятором. И уже через минуту он будет вместе в вашей геолокации. Не только дроны могут стать нашими идеальными помощниками и друзьями в будущем, но и даже те самые маленькие датчики, к которым мы уже начали привыкать, с помощью которых мы сегодня уже видим наше сердцебиение, смотрим, сколько шагов мы прошли за день. Именно они в будущем смогут предотвратить ряд серьезных заболеваний. Предположим, взрослый человек, может быть, даже пожилой человек, решил поактивничать и очень много ходил или бегал в течение дня. Именно такой датчик сможет отправить ему сообщение с Катей. Иван Иванович, вам пора сделать электрокардиограмму, что-то сердечко пошаливает. Каждый человек получит своего подробного цифрового двойника, который будет постоянно обновляться с течением времени, проще говоря, стареть вместе с вами. Например, для того, чтобы спрогнозировать, как ваш организм будет справляться с возможным заболеванием, доктор сначала инфицирует вирусом вашу виртуальную копию. Да, для того, чтобы понять перспективы развития болезни именно для вашего организма. Или предстоит сложная операция. Сначала её проведут на дублёре и при необходимости скорректируют протокол. Кстати, такие технологии позволят создать персональные лекарства, которые будут лечить не болезнь в общем и целом, а конкретного пациента. Кроме жизни в физическом мире, мы будем обладать вторую жизнью, цифровой. Благодаря ей мы получим большие возможности, будем развиваться, и наш духовный мир станет богаче. Мы говорим о действительно прорыве медицины. Мы знаем, как устроен геном человека. Мы знаем, как построена клетка. Мы знаем очень многое о функциях клетки и о её начинке. На самом деле клетка – это химический завод. Маленький завод. Дальше мы понимаем, что органы, любые, которые есть в человеке, будь то печень, сердце, он состоит из клеток. Из клетки мы собираем орган, дальше из органа мы собираем, по сути, человека. Это всё можно сделать в взрывовом варианте. Это нужно не только для того, чтобы отбирать терапию, но ещё это очень важно для разработки новых лекарств. Если раньше на разработку одного терапевтического средства уходили годы, десятки лет, то с использованием цифровых копий, цифровых моделей это можно будет делать очень быстро. Новые эпидемии будут, они будут продолжаться, они будут возникать. Но из хороших вещей понятно, что скорость производства вакцин изменилась кардинальным образом, и, что самое важное, возникли абсолютно новые типы вакцины. Так что, по крайней мере, к будущим вирусным эпидемическим вспышкам, вспышкам неизвестных вирусов, я думаю, человечество будет гораздо лучше готово после того травматического опыта, который с нами случился сейчас, и который продолжается и будет ещё, наверное, продолжаться год. На сегодняшний день есть колоссальная проблема в нехватке донорских органов. И, к сожалению, эта проблема с каждым днём она не уменьшается, она растёт. Одна из колоссальнейших цифр, которую я видел в официальной статистике, это более миллиона людей в одной стране, в Китае, которые стоят в официальном листе ожидания. Это фантастические цифры. В области биологической печати человеческих органов мы вправе ожидать прорыва по двум направлениям. Первое связано с разрушением наших же стереотипов. Но почему, например, щитовидная железа должна быть одна? Их может быть пятнадцать. Маленьких, но пятнадцать. Они не обязаны повторять форму оригинала. Могут быть круглыми, квадратными, треугольными, какими угодно. И располагаться имплантируемые органы могут там, где это удобно учёным или врачам. Например, в плече. Второе. Не все человеческие органы можно напечатать в условиях земной гравитации. В 2018 году российские учёные первыми отправили в космос биологический принтер. Так что, ждите новостей. Так при печати на Земле трубчатых конструктов, например, сосудов, они начинают заваливаться, как пизанская башня. А в космосе, как говорится, нет гравитации, нет проблем. Космонавты, по сути, являются учёными, которые работают в разных областях, в том числе и в биологии, и в биотехнологиях. По сути, Международная космическая станция — это такая научная лаборатория, в которой проводятся разного рода опыта и исследования. Её модули могут превратиться не просто в научные лаборатории, а в такие мини-заводы по производству тех или иных тканей инженерных конструкций или новых материалов. Печать кожи — это первая и самая простая ступень в биопечати. В качестве материала для печати используются клетки, выращенные из фрагментов кожи самого пациента. Они не отторгаются иммунной системой. В 2015 году мы успешно напечатали тканей инженерную конструкцию щитовидной железы мыши. Так, чтобы удалили орган целиком и затем восстановили его функцию на уровне организма, вот таких работ к 2015 году ещё не существовало. Собственно, после трансплантации нашего конструкта мы, помимо измерения уровня гормонов, мы измеряли и температуру животных, и их поведенческие особенности. Надо сказать, что по всем показателям, по всем характеристикам мы видели существенное улучшение. В ближайшие пять лет мы ожидаем развития технологий биопечати и их использования в клиниках и использования их для человека, уже не для животных, а для человека. Мы видим, что первые подобного рода операции уже были проведены в 2020 году, и, конечно, это даёт нам основания полагать, что в течение ближайшего времени таких операций будет становиться всё больше. Для лечения рака может быть использован чип, покрытый длинными нитями ДНК, которые абсорбируют злокачественные клетки пациента. Из-за различия в массе лейкоциты и опухолевые клетки будут распределены чипом в кровотоке по разным сторонам, а затем попадут в два отдельных канала. Через 20 лет мы практически вылечим все типы рака, все типы онкологических патологий. Клетки иммунной системы каждого человека можно будет обучить, чтобы не принимать препарат какой-то выизвне, а сделать так, чтобы наши клетки, увидев опухоль в организме, когда только появится одна клеточка неправильная, научить клетки свои, чтобы они не уничтожали и съедали. Клеточное репрограммирование, на мой взгляд, это самая пока революционная технология XXI века. Например, вот в сердце возникла инфарктная рубеца. И вот клетки этого рубца, в принципе, фибробласты, можно напрямую перепрограммировать в кардиомиоциты, то есть полноценно сокращающие сердечные клетки. Не нужно будет вообще пересадки сердца, а можно будет повреждённую часть сердца просто заменить здоровую. Она сама станет здоровой. 1824 года, ноября седьмого дня, по полудни во втором часу, вода стояла выше горизонта ординарной воды на 12 футов 10 дюймов. Это 4 метра 21 сантиметр. По означенную черту между литерой А и Б. Это было самое катастрофическое наводнение в Санкт-Петербурге за всю его историю. А если в результате глобального потепления, усугубляемого сжиганием углеводородов, растает ледяной панцирь Антарктиды, что теоретически возможно, уровень мирового океана поднимется на 60 метров. Если средняя температура на Земле вырастет на 5 градусов, а треть этого пути нами уже пройдена, то 470 миллионов жителей нашей планеты останутся без энергоснабжения. Около 650 миллионов испытают нехватку питьевой воды. 800 миллионов окажутся под угрозой наводнения. Миллиард станет климатическими мигрантами, а 2,5 миллиарда столкнутся с перебоями в поставках продовольствия. Таяние ледников опасно возможным появлением новых вирусов и спор микроорганизмов, образовавшихся многие тысячелетия назад, к встрече с которыми современный человек потенциально не подготовлен. Мы наблюдаем постоянное повышение уровня мирового океана. Наводнения происходят все чаще. В Арктику приходит летняя жара, что совсем необычно. Животные растения с трудом приспосабливаются к потеплению климата. Мы видим, что лес и тайга Аляски и Канады страдают от засухи, так как снежный сезон сокращается, деревья становятся более уязвимыми для нашествия насекомых и огня. Леса все больше редеют, они истощаются. Мы стали свидетелями огромных по площади пожаров в Калифорнии, Португалии, Австралии, масштабных пожаров в российской тайге. И все эти процессы только набирают оборот. Единственное возможное решение это полный отказ от ископаемого топлива и переход на безопасный зеленый квадрат энергии. Солнечная и ветроэнергетика гидроэлектростанции АТОМ. Надо сказать, что прогресс здесь очевиден. За последние 30 лет солнечные панели подешевели в 100 раз. Очень скоро ветровые станции будут генерировать треть мировых потребностей в электричестве. Но самый впечатляющий прорыв ждет нас в области новых атомных технологий. В будущем энергия может быть бесплатной. Как? Если мы сначала построим те электростанции, которые не требуют особого содержания, такие как метропарки, солнечные парки, накопители, даже атомные станции, то эксплуатировать их в течение их достаточно долгого срока жизни на это не нужно много денег. Потратив один раз, можно потом все время пользоваться. Государство сегодня так делает, например, с дорогами. На Земле живет много людей, и ресурсы нашей планеты мы используем ненадлежащим образом. Этим мы наносим природе огромный вред. Нам просто необходимо переосмыслить свое отношение и, наконец, использовать возобновляемую энергию. Нам следует отказаться от сжигания углеводородов и перейти на альтернативные источники энергии. Это может быть биотопливо, солнечное, ветряная или атомная энергия. Уникальность быстрого реактора естественной безопасности Бресс заключается в его естественной безопасности, основанной на физических законах. Дело в том, что активная зона реактора помещается в жидкий свинец, а он не горит. Он поглощает радиацию, у него высочайшая температура кипения и в системе отсутствует избыточное давление. Одним словом, исключены все возможные факторы аварийности. Да, и что немаловажно, Брест будет использовать ядерное топливо, уже отработанное другими, более старыми реакторами. К середине нашего века, есть и основания полагать, бесконечной энергией нас смогут обеспечить термоядерные электростанции. Экспериментальный международный проект ИТЭР с участием Индии, Китая, России, США, Южной Кореи, Японии и стран ЕС строится во Франции. В его основе Токамак, идея создания которого принадлежит академикам Сахарову и Таму. Токамак в миниатюре повторяет процесс термоядерного синтеза, который проходит в глубинах Солнца и других звезд. Экспериментальный Если синтез станет управляемым, проблема дефицита электроэнергии на нашей планете исчезнет навсегда. Кстати, сокращение Токамак, тироидальная камера магнитная, вошло в разные языки мира без перевода, как спутник Ви. Ничуть не менее углеродной энергетики нашей с вами планете угрожает животноводство. В среднем на убой ежегодно отправляется более 70 миллиардов животных. Производство одного килограмма говядины влечет за собой 27 килограммов выбросов СО2. С учетом ожиданий ученых, прогнозирующих увеличение населения Земли на 2 миллиарда уже к 2050 году. Если ничего не менять, мы либо уничтожим планету, либо останемся без еды. Что касается применения биопринтинга в пищевой индустрии, в пищевой промышленности, то биопринтинг по сути решает те же задачи, которые он решает в медицине. Это создание трехмерных конструктов из живых клеток. Главная идея этой технологии заключается в том, что нам не надо будет убивать животных для получения продуктов питания. 3D-принтер это будущее в гастрономии. Мы придумали напечаток кальмар на 3D-принтере. Мы заменили белок кальмаровый на альтернативный белок, белок белой фасоли, добавили туда водоросли, соль, для того, чтобы сохранить ощущения, которые испытывает человек от кальмаров. Но мы не призываем отказаться и ест рыбу. Мы говорим о том, что должен быть везде, во всем баланс. Это важно. И если у людей аллергия или по каким-то причинам они не едят, это хорошая альтернатива. Вот так он выглядит. Мы сейчас снимем его со стекла и обжарим на сковородке так же, как и любые морепродукты жарятся. Все то же самое. Мы повторяем весь технологический процесс, как бы если бы у нас вместо кальмара, напечатанного на принтере, был бы обычный кальмар. Но и в то же время эффект жареного белка тоже очень важен для ароматического восприятия этого продукта. И перекладываем его, как если бы мы сервировали обычный кальмар в ресторане. Дальше мы добавим немножко соли. Посолим его. И польем его маслом, настоянным на чесноке с петрушкой, так как бы мы готовили его обычные морепродукты. У себя в ресторане мы сначала даем нашим гостям ощутить ароматику, чтобы гости поверили, что он пахнет действительно кальмаром. А после уже на столе при гости мы поливаем чесночным маслом с петрушкой. А представьте, завтра можно нажать на кнопочку и напечатать кусочек рыбы себе. И который будет без костей, и такой же полезный, и такой же вкусный. Текстура будет такая же, ощущения от еды будут точно такие же. И не выкидывать половину рыбы, потому что мы не можем ее использовать. А вы напечатаете ровно столько, сколько вы можете съесть сегодня. И кусочек будет толщины такой, какой он надо. 100% будут стоять такие принтеры на обычной кухне. Зашел, нажал кнопочку «Пуск». И оно все сделало. Для родителей это решит множество вопросов, если ваш ребенок что-то не ест. Потому что если брокколи не ест ребенок, ему напечатать брокколи в виде ниндзя черепашки, извините, конечно. Но любой мальчик съест это все. Давайте взвесим все плюсы и минусы 3D-печати еды. Крафтовое мясо содержит такое же количество микроэлементов, как и обычное, а вот антибиотиков, трансжиров и пестицидов в нем нет. Это плюс. Выбросы парниковых газов в атмосферу по вине животноводства сократятся в десятки, а может быть в сотни раз. Это тоже плюс. Уменьшится распространение занозных вирусов, то есть передаваемых от животных человек. А вот из минусов, из минусов вегетарианцы могут стать исчезающим видом. Присоединиться в 2013 году журналисты впервые накормили таким бургером, сделанным из культуральных клеток. На тот момент стоимость одного килограмма мяса, полученного в лабораторных условиях, стоила больше миллиона долларов. Порядка 1 миллиона 200 тысяч долларов. Это колоссальная цифра, но эта цифра имеет тенденцию к снижению. И сегодня мы видим, что один килограмм производства клеток стоит диапазон от двух с половиной до десяти тысяч долларов. Это действительно дорого на сегодняшний день, но мы видим колоссальную динамику на три порядка за прошедшее время. И это дает нам основание полагать, что в ближайшие пять-шесть лет мы увидим снижение этой стоимости тоже на несколько порядков. Сейчас эти технологии современные технологии дают возможность решить хоть какую-то маленькую часть этой проблемы, потому что создавая действительно продукты из альтернативного белка, мы можем помочь отчасти помочь нашей планете. В три раза увеличилось количество пластикового мусора на нашей планете за время пандемии. Это плата за удобство доставки и безопасность. Правда, в последнее время все чаще и чаще стали использовать бумажную тару, но изнутри этот стаканчик все равно покрыт пластиковой пленкой. А значит, разлагаться он будет 10-20 лет. Картофельный крахмал, кокосовая стружка, рисовое и пшеничное тесто и даже сахар станут бутылками, пакетами и пленкой в будущем. И исчезать эта упаковка будет за несколько дней. В отдельных случаях за 40-50 минут. Отличный способ одержать победу над пластиковым мусором это превратить его в строительный материал. Пластиковые дороги можно собирать из готовых модулей. Это ускоряет строительство трассы на 70%. Такая дорога служит в три раза дольше обычной и не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. А еще она невосприимчива к любого вида осадков. Если говорить про пластиковые острова которые сегодня плавают в океане они потенциально могут быть переработаны в абсолютно различные продукты например в брусчатку. То есть можно предположить что если бы их переработали в брусчатку то какие-то отдельные небольшие государства можно было бы такой брусчаткой выместить. Развивающиеся технологии позволят шагнуть дальше и забыть какую функцию материал выполнял в прошлой жизни. Пластиковые отходы сможем переработать высококачественное сырье. То есть из пластиковой посуды можно будет получить не только гранулы для строительства дорог но такую же точно посуду. Будет замкнутый цикл производства и переработки в котором использованные материалы будут воссоздаваться в своем изначальном виде. Аналитики считают что в 2050 году минеральным ресурсом номер один в этом мире станет пресная вода. Это действительно проблема потому что заметная часть пресной воды сейчас добывается из подземных водоносных пластов и она добывается быстрее чем восстанавливается. 96,5% всей водной массы составляет соленая вода. А приснить ее без вреда для планеты более того сделать питьевой помогут плавучие атомные электростанции. Они мобильны располагаются в любом самом удаленном районе не боятся землетрясений и цунами. Одна такая станция обеспечивает электроэнергией город с населением в 100 тысяч человек. Если поинтересоваться что вас больше всего раздражает в городе в котором мы живем большинство ответит постоянное строительство и ремонт города в котором мы живем. Возводить надо целые районы сразу. Вывозите в чистое поле 9 машин для строительства школ поликлиника детских садов 50-60 для высотных зданий и 4 для торгово-развлекательных центров. Все. Через месяц запускайте жильцов. «Опять ты, сынок, с улицы в дом всякую гадость тащишь». Нет. Я житель многоквартирного дома оборудованного входным дезинфекционным шлюзом. хотите с вас просто сдуют пыль потоком теплого воздуха и обработают светом ламп с дальним ультрафиолетовым диапазоном. Он безопасен для зрения и для кожи. А хотите подвергнут воздействию антибактериального мелкодисперсного аэрозоля, который, кстати, не оставляет никаких следов на одежде. За время вынужденной изоляции продолжительностью в два с половиной месяца три четверти жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, покидали собственные квартиры средней площадью всего 45 квадратных метров не чаще шести раз. Понятно, что в будущем, помимо увеличения среднего метража, мы обязаны научиться по-новому обживать и эксплуатировать свои дома. вопрос о количестве этажей в вашем доме уступит место другому. Из скольких этажей состоит многофункциональная крыша вашего жилища? Потому что в будущем все это ваше личное загородное пространство, которое находится в самом центре города. Здесь будет парк для прогулок и отдыха, водоем, всевозможные детские спортивные площадки, включая теннисные корты и поля для гольфа и, конечно, может быть, даже в первую очередь фруктовые сады и огороды. Даже если крыша вашего здания находится за полярным кругом. Вертикальные фермы занимают очень мало пространства, а позволяют выращивать множество разнообразных культур. Здесь шпинат, там клубника, выше томаты. Урожай мы планируем снимать ежемесячно. жаль, только из нашего с вами лексикона навсегда уйдет такая милая фраза «откушайте, гости дорогие, все же со своего огорода». Понятно, что со своего, не с соседского же. вы спросите, а где вертолетные площадки? А их не будет, потому что вертолетные площадки, мачты, антенн сотовой связи, коробы кондиционеров на крышах. Это все вчерашний день. Он тянется через весь город и очень похож на эскалатор, только это не лестница, а тротуар. Движется медленно, чтобы рассматривать витрины и не падать, ступая на тротуар, исходя с него. На нем есть скамейки для любителей гулять сидя, что удобно старикам и сеньорам, которые носят тяжелые хозяйственные сумки. Это написал Джанни Радари в 1969 году практически в точности предугадав появление одного из основных видов общественного транспорта будущего. Только дорожек будет не одна, а три, и двигаться они будут с разной скоростью. Да, и это будет транспорт, которого вам никогда не придется ждать. Будущее, оно электрическое. И будущее, оно мобильное. И эта мобильность достигается за счет хранения энергии, за счет накопителей, в первую очередь литий-он. И мы сможем перемещаться, двигаться по городу между городами именно с помощью электроэнергии. То, как литий-он позволил нам телефон отвязать от розетки и ходить с ним в кармане, да, также мы сможем с помощью литий-она перемещаться экологически чистым образом. Переработка аккумуляторных батарей сложна, но она возможна уже сейчас. По мере того, как набирают популярность электрические автомобили, развиваются и технологии утилизации батарей. В Европе существуют компании, и их число быстро растет. Они специализируются на переработке электроники и источников питания. Наиболее перспективным, мне кажется, водородное топливо. Почему водород? При сгорании мы получаем воду, водяной пар. Когда-нибудь мы придем к маленькому-маленькому ядерному реактору, который один раз заправили в этом автомобиле. И на весь срок жизни автомобиля его хватит. Поездки на дальние расстояния, скажем, свыше 200 километров, станут обязательно беспилотными. Потому что автомобильный компьютер не знает усталости, он видит дальше, реагирует быстрее, уж, конечно, не отвлекается на звонки, сообщения и крики детей в салоне вашего автомобиля. Так что, возможно, скоро сам автомобильный руль станет преданием старины глубокой. Беспилотные транспортные средства в любом случае ускорят перевозку грузов, перевозку пассажиров. При этом максимальные скорости скорее всего будут ниже, чем то, что мы сейчас видим в пилотируемых автомобилях, поездах. А вот средняя скорость возрастет. Если быть до конца откровенным, у современных беспилотных автомобилей есть небольшой недостаток. Места в багажнике не так много. Но дайте время, если помните, самый первый компьютер на нашей земле занимал несколько комнат. Наверное, самая сложная задача на сегодняшний день это понять, куда двигаются другие участники дорожного движения. Хороший пример. Автомобиль двигается вдоль припаркованных автомобилей, выкатывается мячик. Обычная система компьютерного зрения увидит мячик как препятствие, может быть, остановится перед ним, а может быть, рассчитает его траекторию, что он уже укатится, пока автомобиль подъедет. Но человек понимает, что за мячиком может выбежать ребенок. И вот это та задача, одна из тех задач, которые предстоит решить, это научить автомобиль работать в таких ситуациях, безопасно работать. Преимущества метро, такие как скорость и, что немаловажно, красота интерьеров дополнится возможностью предоставления каждому пассажиру комфортабельного личного пространства. Причем, происходить это будет прямо в движении. Так что, в будущем, фразы «поехали на метро» и «пойдем в кино» станут синонимичными. Внедрение полетов, воздушного общественного транспорта в городскую среду, то есть создание третьего вертикального измерения для перемещений в черте города непременно произойдет. В авиации все процессы происходят немного медленнее, чем случаи с наземным транспортом, во многом из соображений безопасности. Конечно, потребуется инфраструктура, новые удобные площадки-порты. Электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой будут малошумными. Максимальная высота полетов в черте города скорее всего составит 600 метров. Так маршруты не будут создавать неудобств другим видам авиации. Городской транспорт будет постоянно индивидуализироваться и подстраиваться по человеку. Некоторые воздушные аппараты, которые будут использоваться в черте города, станут летающими офисами. Их использование, конечно, позволит сократить время в пути на работу, но также они будут оснащены всем инструментарием для того, чтобы вести дела непосредственно в воздухе. Ряды мотоциклистов сильно поредеют. Многие из них станут обладателями индивидуальных реактивных ранцев, похожих на нынешние, только оснащенных системой навигационной безопасности, исключающей столкновения и прочие летные происшествия. Правильность или абсолютную несостоятельность наших прогнозов покажет время. Я бы добавил очень интересное время, в которое мы с вами живем. Кстати, эта фраза отличный повод для новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...